Александр Кириацкий. Сегодня 23 сентября 2019 года. Вот я сейчас. Я сегодня искал работу даже не по специальности. По мытью полов, по уборке гостиниц, по мытью посуды, по собиранию яблок, винограда, копанию картошки. Ничего не дают. Мне не дают. Мусульманам и неграм, пожалуйста. Ради Бога, пусть они работают. Почему я не могу с ними работать? Они говорят, что у них разрешение вид на жительство перми N. У меня перми N. То есть нет N. В течение восьми лет. И я поэтому виду на жительство, просители статуса беженца, должен делать договор. А договор никто подписывать не хочет на несколько дней работы. Поэтому работы быть не может. Я хотел учиться дальше по моим дипломам в районку на педагогическом курсе или в докторате, или на основе трех лет доктората в университете Странсбурга. Мне сказали, что это тоже невозможно. Я могу учиться только на основе своего ташкентского диплома, потому что это мусульманский диплом. Узбекистан считается страна мусульманская. И поэтому они отказаться в признании диплома мусульманской страны не могут. И разрешают мне работать только моему ташкентскому диплому по идее, но надо еще три года учиться на курсе в педагогике. Я согласен, но я не подписал документы о том, что я хочу аннулировать мой итальянский диплом, его подтверждение в Канаде и три года доктората. Я говорю, пожалуйста, я буду учиться у вас на основе ташкентского мусульманского диплома. Даже если надо, я буду говорить, Аллах Агбер, Аллах, бисмиллях, рахман, рахамм, Аллах Агбер. Но я не мусульманин. Но от итальянского диплома я отказываться не могу. И от его подтверждения в Канаде, от трех лет доктората, писать документ, что я никогда не буду по ним работать, я тоже не могу. Вот такова жизнь. Вот судьба. Ничего не сделаешь. К одним одно отношение, а к другим совершенно другое. Если бы Россия могла бы за меня заступиться, если бы могла бы сделать передачу во мне, 20 лет страны демократии, преследования, гонения, политические издевательства, настоящие политические преследования, без мотивации, без причин. 20 лет не разрешать мне легализоваться нормально, чтобы работать по моим дипломам. Не давать даже работать на физической работе, пока еще это могу сделать в свои 79 лет. Не дают, ничего не дают. Вот такая судьба, это судьба. Она ведь кто-то управляет, какая-то... Смешно, конечно, говорить. Может быть, инопланетные существа нас делят на группы людей. Они дают все, вроде Иосифа Бродского. Сумасшедшие. Семь классов в школу. И Петр Павленский, второй же Иосиф Бродский. Такой же дурачок. Только у Иосифа Бродского немножко мозгов хватило, что надо воспользоваться своей ситуацией. А Иосифа Бродского подняли. Так что должны были бы в Саргонии поднять Павленского. Он дурак. Он отказался от пособия, отказался от учебы, отказался от... Ну, конференцию ввел в Саргонии, но при этом поджег банк. Если банк не поджег, то стал бы профессором, как Иосиф Бродский, получил бы на дуракскую премию. Вот так. А я такие, как я, должны жизнь свою убивать вот здесь вот. Бесправно легализацию в течение 20 лет. 20 лет – это почти 4 месяцев. Александр Кирияцкий. Сегодня, значит, 23 сентября 2019 года.